Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить Корсары, город потерянных кораблей. В прошлой серии нас арестовали как мятежников, осудили, собственно, и признали нашу вину в госизмене, после чего отправили на сахарные плантации Бишопа, где, собственно, наш герой работает, вкалывает, но и фактически является, знаете, рабом. В отличие от всех остальных рабов, у него есть такое неоспоримое преимущество, он врач, он может лечить людей, и, собственно, поэтому нас послали в город, это поселение Бриджтаун, и в городе мы должны помочь жене губернатора, как я понял. Собственно, в прошлой серии мы искали губернаторский дом, и, кстати говоря, напрасно, потому что губернаторский дом, это и есть резиденция, в которой, кстати говоря, мы были. Ну, здесь просто надо поговорить с, собственно, губернатором Стидом. Советую и вам быть поближе к Богу и почаще исповедоваться в своих грехах. Да ты что? Я уже хотел послать за вакером. Почему так долго? Я вынужден был сдержаться, прошу прощения, губернатор. Давайте настучим. Давайте будем таким подлым и... подлым и нехорошим авантюристом. Ваши люди сдержали меня, губернатор Стид. Как выяснилось, ваши приказы подлежат обсуждению. И еще как. Некоторые индивидуумы активно препятствуют мне в деле лечения испанских солдат. Как бы там ни было, сейчас главная моя жена. У нее опять приступ мигрени. Она перевозбуждена и отвергается и попытки уложить ее в постель. Могу я ее увидеть? Да-да, конечно, она в спальне на втором этаже. Вон там. Дверь справа от вас. И вверх по лестнице. Проходите. Дверь, говорит, справа от нас. Вот она, получается, вот эта дверь. И вверх, говорит, по лестнице. Ну, это, собственно, были. Здесь никого не было. Видимо, из-за того, что, собственно, мы не взяли задание. Вот она, жена, губернатор, видимо. Как тебя зовут? Хорошо, что вы пришли. Непонятно, как ее зовут. Ее зовут Миссис Тит. О, доктор Блад, наконец-то. Пожалуйста, помогите мне. Добрый вечер, Миссис Тит. Не волнуйтесь, вы должны успокоиться и перестать жмуриться. Потерпите и посмотрите на меня. Мне нужно видеть ваши глаза. Вы можете что-то сделать, доктор? А, похоже, никак не обойтись без лекарств. Но аптека давно закрыта. Мне придется пойти к мистеру Дэну домой, чтобы получить все необходимое. Попейте теплой воды и ждите меня. Я вернусь так скоро, как только смогу. Угу. Так. Значит. Так, не то. Давайте посмотрим, что нам там предписали. Я должен срочно отправиться в порт и зайти к мистеру Дэну, аптекарю. Кажется, напоминал, что его дом рядом с резиденцией губернатора. Окей. Вы можете, конечно, сказать то, что у меня дерьмовый вкус, но мне нравится, как выглядит эта игра графически. Да, она, конечно, ужасно устаревшая, но игры этого времени как раз-таки обходились без всякого лишнего блура и прочих таких, знаете, надоедливых эффектов. И мне это все очень-очень нравилось. Мы, кстати, нашли шпагу. Вот это сюрприз. А, сабля, точнее. Среднее оружие, обычная солдатская сабля. Оружие простое, но рубит неплохо. И вполне возможно, нам оно пригодится для побега. Стоять! Что вы здесь делаете? С каких пор рабы разгуливают, где попался оружие? Сам не пойму. А ну и немедленно сдай все оружие. Следует сообщить полковнику Бешобу, чтобы он всыпал тебя как следует. Вот, вот, возьми и забудем об этом. Сейчас посмотрим, кто кому сыплет. Ладно, к черту себе. А, ладно, проваливай. Так, значит, нас палили, да? Я же даже не одел его. Как ты заметил то, что у меня есть оружие? У меня, смотри, какие штаны. Я их спрятал в штанах. Эту саблю. Ладно, неважно. Где-то недалеко, собственно, от дома губернатора живет аптекарь. Может быть тут? Ммм, вряд ли. Дом. А он будет, интересно, подписан вообще? То, что это дом аптекаря, а не просто дом. Портовое управление. Бордель? О, тут даже бордели есть. Это уже интересно. Магазин закрыт. А вот наш главный герой, конечно, полуношник. Час ночью он ходит, лечит жену губернатора. Давайте будем просто, наверное, врываться в дома. Вот, допустим, и здесь. Это тот самый дом, о котором я думал. Ты доктор? Парацею? Да. Еще так и не придумали. У тебя очень странные руки, доктор. Доктор Блад, как я раз вас видеть? Я искал вас сегодня, но поиски мои не увенчались успехом. Вы передвигаетесь по городу, словно призрак. Жизнь научила. Где я могу найти мистера Дэна? Добрый вечер. Где я могу... Ну, короче, не важно, как отвечать. Я бы и сам рад узнать, где он. Жду его здесь уже битый час. А его все нет и нет. Уж не сгинули бедняга с перепоя. А меж тем, у меня к вам разговор. Я очень тороплюсь, доктор Вакер. Мне необходимо найти мистера Дэна как можно скорее. Разговоры придется отложить. Что ж, я и сам не в настроении обсуждать все то, что обсудить необходимо. Именно здесь и сейчас. Я, пожалуй, пойду. А вы, если угодно, дождитесь Дэна. Поговорим завтра. Как только найдете свободную минуту, приходите в таверну. Очень на вас надеюсь. До свидания. Давайте пока осмотрим его дом. Странная картина, конечно. Так, что у нас тут? Пусто. Саблю у нас забрали, к сожалению, да? Ладно, если найдем еще одну брать, просто своего не будем. Точнее всего у нас ее заберут. Старая курительная трубка из красивого желтого камня. Заберем. Ммм, сапфир. Светлый. Цвета чистой воды камень. Великолепная ровная огранка. Сколько он стоит? Написано? Нет, написано. Но весит очень мало. Так, ладно. Что у нас по заданию? Предложение Вакера. Аптекаря встретил доктора Вакера, который хочет, чтобы садись со мной что-то подальше от чужих глаз и ушей. Завтра свободно-временно вы будете заглянуть в таверну. Так, что насчет врача? И что? Кстати говоря, давайте сохранимся. Мы сейчас сегодня не сохранялись. Давайте попробуем выйти, может быть он где-то на улице будет. Значит, мигрень, говорите? Ага, мистер Дэн. Вечер добрый, доктор Блад. Могу я узнать, что вы делаете? Что вы делали у меня дома? Просто зашел передач, что вас разыскивает доктор Вакер, мистер Дэн. Нет. У мистера Сит приступ мигрени. Меня срочно вызвали к ней. Я осмотрел ее и вынужден был отправиться к вам в столь поздний час за необходимым лекарством. Не обнаружив вас дома, я решил подождать, но уже собирался уходить. Какой кошмар! Вот у меня есть с собой склянка, возьмите. Сам страдаю я первый день, а потом всегда... А поэтому всегда держу при себе. Но ничего, у меня запасено еще немного. Берите даром, доктор. Это же мой гражданский долг. Всего доброго. Я надеюсь, ты не обидишься, то, что я у тебя там украл сапфир и некоторые прочие вещички из твоего дома. Так, губернатор, ты мне что-нибудь скажешь? К сожалению, у меня не всегда будет для вас ответственная работа. Вы не единственный, кому я могу доверить ее выполнение. Ты меня называешь уже капитаном? Заходите почаще, я очень ценю мужественных и находчивых людей. Меня радует этот губернатор, он уже называет меня капитаном. Как в воду глядит, а? Все будет в порядке, губернатор остит. Но мне необходимо немедленно отправиться за ненужными лекарствами. Домой к аптекарю. Просто решил поставить вас в известность. Уже жду. Ну, мы вообще-то уже сходили туда. И все принесли. Вы не найдете города лучше нашего. Да ты что, не найдете города лучше вашего? Меня интересует город потерянных кораблей. Либо топленных кораблей, неважно. Так. Миледи, у меня для вас есть лекарства. Хорошо, что вы пришли. Вы принесли лекарства, доктор? Да, оно быстро поставит вас на ноги. На следующий день. Блин, мне все больше и больше нравится эта игра. А еще здесь, кстати, изменили музыку. Ну, не сильно, но изменили. Это тоже радует. Так. Это не доктор. Это не доктор. Стоп, а где доктор? Угу. Покинуть таверну пока не можем. Ида Диксби, если вы хотите как следует отдохнуть и поправить здоровье, снимите комнату на ночь. Ночевка в общем зале вряд ли прибавит вам сил. Благодарю. Эй, доктор Блад, доброе утро. Ой, я уже ухожу к Кермету. До встречи. А, не подскажешь ли, дружище Кермет, как найти доктора Лакера? Вверх по лестнице. Я с тобой не разговаривал. Благодарю. Что значит, ты со мной не разговаривал? Так, на улицу. А нам надо на второй этаж, да? Где мы вот это вот? Я слышал, миссис Тит отнимает у вас уйму времени. Что ж, молодость и привлекательная внешность, доктор Блад. Молодость и красота. Это дает врачу огромное преимущество. Особенно, когда он лечит дам. Мне кажется, я угадываю вашу мысль. Поделитесь ею не со мной, а с губернатором Стидом. Может быть, это его позабавит. Если у вас все, то с вашего позволения. Не будьте так вспыльчивы, мой друг. Вы неправильно поняли. У меня вовсе не было таких мыслей. Я хочу помочь вам. Ведь рабство должно быть очень неприятно для такого талантливого человека, как вы. Какая проницательность. Я не дурак, дорогой коллега. Я вижу человека насквозь. Могу даже сказать, что он думает. Вы убедите меня в этом, если скажете, о чем думаю я. Не раз наблюдал я за вами, когда вы тоскливо сматривались в морскую даль. И вы полагаете, что я не знаю ваших мыслей? Если бы вам удалось спастись из этого ада, вы могли бы, как свободный человек, с удовольствием и выгодой для себя, всецело отдаться своей профессии, украшением, которое вы являетесь. Мир велик, и кроме Англии, есть много стран, где такого человека, как вы, всегда тепло встретят. Помимо английских колоний, есть и другие. Отсюда совсем недалеко до голландской колонии Киросао. В это время года, то вполне можно добраться даже на небольшой лодке. Киросао может стать мостиком в огромный мир. Он откроется перед вами, как только вы освободитесь от цепей. Да, на мне на самом деле нету цепей, я надеюсь, ты говоришь это образно. Что вы на это скажете? У меня нет денег, а ведь для такого путешествия их потребуется немало. А разве я не сказал, что хочу быть вашим другом? Это очень благодарно с вашей стороны, коллега. Именно так поступил бы и я, если бы мне представился подобный случай. Давайте спросим, почему. Действительно любопытно. Вы себе не представляете, как обливается кровь и мое сердце, при виде коллеги, изнывающего в рабстве и лишенного возможности применить на деле свои чудесные способности. К чему вам томить совокого, хоть и невидимых глазу, когда вы можете отправиться к горизонту? Сделать этот мир хоть капельку лучше. У меня есть такие подозрения, то что мы просто составляем этому доктору конкуренцию, и он хочет нас куда-нибудь отправить подальше. Да, и нам оставить нашу работу в Бриджтауне. Мда. Для побега помимо мужества нужны деньги. Шлюп обойдется, вероятно, тысяч в двадцать. Деньги вы получите. Это будет заем, который вы вернете. Вернете мне, когда сможете. Мне необходимо подготовиться, все обдумать и согласовать с нужными людьми. Завтра мы продолжим нашу беседу. Вы приоткрыли мне двери надежды, коллега. Ладно, а можем у тебя что-нибудь своровать? Так, давайте сохранимся прежде всего. У него есть двадцать тысяч где-то в доме, да? Давайте поищем. Может быть ты держишь их в своей рубашке? Ой, кстати, какая страшная рубашка. Древняя курительница. Почему вы не реагируете на то, как я его сворую? Ребят, ну это... Не очень. Вот тут что-то еще можешь своровать. О, ловушка. И пусто, да? Ладно. Не хотите обращать внимания, не обращайте. Так, что у нас по заданиям? Предложение Вакера. Похоже, я действительно являюсь значительной помехой для уважаемых Вакеров и Бронсона, раз уж предметом нашего далеко не самого дружеского общения становится возможность моего побега отсюда. Нет никаких сомнений, что доктор Бронсон в курсе событий Вакера все свои действия согласовывает с ним. Тем не менее, мне или не годовать, это мой единственный шанс. Не стоит разыскать Джереми Питта. Угу, Джереми Питта будем искать. Так, давайте сохраним... ...сяк. И... ... ... ... Небольшая пауза. Итак, продолжаем. Давайте пообщаемся с посетителями этой товарной, посмотрим, что их скажут. Ик, о, парень, ты выглядишь бывало морским волком. Может, ты купишь мне стаканчик, Рома? Может, я и морской волк, только я не знаю, что я буду пойти всякую ровань. Ну, я думаю, если бы у нас были деньги, мы бы купили ему все-таки стаканчик. А ты что скажешь? Тише, нас могут услышать. Здравствуйте, доктор Блат. Если узнают, что вы со мной разговаривали, то вас запорят до смерти. Так что лучше идти до... Что? Так что лучше идти своей дорогой. Лучше в нем было написано, опечатка просто. Меня могут запороть до смерти и без этого. Хотя, у Брау, мне пора. Так, и ты кто у нас? Хорошо, что вы заглянули ко мне, Питер Блат. Как поживает полковник Бешоп? Увы, я уже ухожу, Гермет. До встречи. Что ж, окей. Своей посем, нам надо вернуться на плантацию. А, и найти там Джерми Пита. Где не стал. Так, можем торговать? Только я предложу вам пули, отлитые именно для ваших врагов. Ты мне товар разгораживаешь. А ну пшел, падаль, рабская. Я тебя запомнил. Как тебя зовут? Эмма Лоример. Ты у меня вторая в списке после Бешопа. Так, плантации. Я искренне надеюсь, что у нас не заберут все, что мы нашли в городе. То есть, драгоценные камни и так далее. Хотя вряд ли врагам, говорю. Рабам позволяют иметь личные вещи на плантации. Но, все равно. Быть честным, но я уже говорил вам в прошлой серии. Это от не с первых корсаров, где... Собственно... Такая, знаете... Такое шикарное начало игры. То есть... Проработанное сюжетное. Я, конечно, не играл в игру Возвращение Легенды. Есть еще от Никорсара, которые вышли до города потерянных кораблей. Возможно, там тоже проработанная сюжетка, но... Но, как я уже говорил, я просто не играл. Не знаю, судить не могу. Маяк. А зачем мы сюда вообще пришли? Маленько сбился, видимо, с пути. Потому что я шел на плантацию. А вышел к маяку. Ну, давайте посмотрим, что за маяк. Маяк, кстати, не работает. Ну, это, видимо, потому что сейчас день. Домик закрыт. По лестнице забраться мы не можем. Ну, видимо, делать нам тут абсолютно нечего. И, собственно, этот маяк... Ну, как часть локации просто. Возможно, мы тут сюда вернемся позже, но сейчас абсолютно ничего для нас нет. Барбадоса. Остров называется. Удивлен то, что в джунглях здешних нету разбойников. Обычно, когда ты идешь через джунгли, на тебя всегда нападают разбойники. Ну, речь, естественно, про корсары. Чувствую, недолго мне осталось. Брок Латтемер. Нет больше сил так жить. Мне жаль тебя, приятель. Проходите, проходите. Пшел прочь, раб. Я тоже рад тебя видеть. Кто бы то ни был. Так. Джереми Питт. Чувствую, недолго мне осталось. Джейм Керлин. Здравствуйте, мистер Бласт. Вы вроде бы у нас доктор. Вы не дадите мне какой-нибудь надобие от головной боли? А то порой голова так болит, что в невмоготу становится. К сожалению, от головной боли у меня ничего нет. Полковник Бешоп денег на покупку необходимого лекарства. Скорее всего, не даст. Так как считает, что все болезни у его рабов от безделия. Увы, но я могу только посоветовать больше отдыхать, когда это возможно. Доктор, в моем положении следовать вашему совету затруднительно. Денег у меня нет. Но есть кое-что, что может сильно вам пригодиться. Так что, если вам все-таки удастся раздобыть что-нибудь для меня, то я останусь... То я в долгу не останусь. Хорошо. Я попытаюсь раздобыть какое-нибудь лекарство для тебя. Вау. Куда это, ребята, так телепортировали? Так, давайте искать Джереми Питта. Я уверен, что он где-то на плантации ходит. Так, это то... Чувствую, недолго мне осталось. Насмотрщики уже не оставили живого места на моей шкуре. Тебя тоже жаль. Нашему капитану Бладу. Доктору Бладу все жаль. О, привет. Чувствую, недолго мне осталось. Так. Джереми Питт. Где ты можешь быть? Есть предположение, что он ждет нас, собственно, в нашей маленькой лачуге. По-моему, вот это была наша лачуга. Нет, это не наша лачуга. Я и одним глазом могу рассмотреть то, что многие не видят двумя. Нед Огл. Доброе утро, доктор Блад. Добрый. Вот и поговорили, да? Так, давайте сохранимся. По-моему, тут можно что-то у него своровать. А, у него ничего и нету, да? Ну да, видимо, он тоже здесь работает в качестве раба. Вряд ли у него есть личные вещи. Так, а где наша халупа-то? Вот эта, что ли? Нет, сюда и вовсе, кстати, нельзя. А вот, Джереми Питт, я тебя нашел, наконец-таки. Привет, приятель. Смотрите-ка, он с нами не хочет говорить. Расскажите мне на досуге о своих приключениях. Как успехи, друг мой? Говори потише, ибо на карту поставлена наша дальнейшая судьба, коллега. Что? О чем ты говоришь? Я говорю о возможности завтрашним утром прикупить шлюп на верфи, собрать людей с плантаций и из города, разумеется, исключительно тех, кому можно доверять и отправиться к горизонту, на юго-запад голландской колонии Киросао. Не вбредулитый... А, не вбредулитый доктор. Ни денег, ни влияния среди рабов, а ни связного в городе, ничего этого у нас нет и быть не может. Послушай меня, Джереми Бит. Ты единственный штурман среди нас. Без тебя мне не добраться до нужного места. Даже если я соберу людей и благополучно отплыву на шлюпе аккурат за полночь завтрашнего дня. Ты нужен мне сейчас, так же, как я когда-то был нужен тебе в усадьбе Огл Торпа. Хорошо, я понял, я всё понял. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь. Помни, что, выдав себя, ты погубишь всё, ведь ты единственный штурман среди нас. Без тебя бегство невозможно. Отлично. А что дальше? Мы поговорили с Джереми Битом. Оружие для побега. Всё должно быть тихо, но кое-какого оружия лишним не будет. Вряд ли кто-то в городе продаст на него. А пойти в столь ответственный момент на кражу я просто не могу. Придётся как-то иначе решить эту проблему. Мне удалось уговорить Питта на эту авантюру. Теперь главное набрать людей, подготовить всё необходимое и завтра получить от Вакера деньги на шлюп. Только трое среди рабов хоть что-то понимают в морском деле. Хакторп, Огл и Никлас Дайк. Можно переговорить с каждым. Понятно. Одного, кстати, мы находили. Он живёт здесь в домике небольшом. Это одноглазый пират такой. Он что-то понимает в морском деле. Это ты, по-моему. Нет, это не ты. Нет, Огл. Доброе утро, доктор Блад. Стоит во время боя мне хлебнуть Рома, с лёгкостью выбивая ядром трубу из рук вражеского Кэпа. Хе-хе. Как насчёт дельца, Огл? Есть ещё порох в пороховницах? Да о чём, дьявол, тебя раздери? Я о чудесной возможности взять курс на Киросау завтрашней ночью. Удрать от Бишопа? Ты считаешь, что так просто? Он не только планетатор-садист, он и командир барбадосской милиции по совместительству. Неизвестно обо всём этом, но мне также известно, что кое-кто очень хочет нам помочь. Так хочет, что даже предоставит средства на шлюп. Что ж, тогда я могу только позавидовать тебе и твоим пониманиям. Не унывай, мой одноклассный друг. Я здесь, чтобы предложить тебе отправиться с нами. Питер, как бы мне этого не хотелось, я не могу. В чём проблема? Эх, проблема в деньгах. Деньги, но... Я взял заём, а некоторое время назад ростовщик сжалился надо мной, а мне это было очень нужно. Он помог мне, а я уже не в том возрасте, чтобы быть таким равнодушным. Не хочу иметь за спиной долги. Но как ты выбрался с территории? Я не выбирался, он был здесь. Приходил зачем-то к полковнику. Ладно, ладно, я не могу уйти без канонира, а кроме тебя я никого тут не найду. Сколько ты должен? Я должен пять тысяч, так что забудьте, друг, чтобы добраться до Кюросау, тебе не понадобится канонира. Что ж, посмотрим. Собственно, с вами по-симому мы сейчас набираем офицеров, и... Канонир это то, чё? Я уже в курсе, Питер. Джереми кратко изложил мне суть, но, увы, я вынужден отказать тебе. Ну почему ты? Сомневаешься в чём-то? У меня здесь осталось незаконченное дело, друг. Значит, ты закончишь его немедленно, и с моей помощью. Ты понадобишься мне в этом плавании. Я не могу позволить тебе остаться, старый морской волк. Смеётся. Я чертовски уважаю тебя, ты знаешь. Но это дело чести. Я должен закончить то, что начал. Тогда я прошу тебя поделиться со мной, что за дело, и как я могу помочь. Давно сюда прибыл человек по имени Стюарт Уинтервуд. Поймёшь ли ты меня, не знаю, но он мой кровник. Из-за него я лишился всего. Семьи, честь, жизни. Из-за него я попал сюда. Что произошло? Наплевать на прошлое. Это уже не имеет значения. Я думал, что больше никогда не вижу его лица. Что-то издевательское ухмылка на его лице будет моим последним моим, видимо, последним воспоминаниям об этом человеке. Но знаешь, какое воспоминание мне хотелось бы иметь? Его искошённое мукой лицо на отрезанной голове, чёрт возьми. Что же, будет так, как мне его найти? Таверна, бордель. Он где-то там, дьявол. Веселится и пьёт. Играет в карте на его руке моё обручальное кольцо. Дома его ждёт моя жена. Принеси мне кольцо вместе с пальцем. При желании ты можешь получить его голову. Что ж, знаете что? Очень много дополнительных зданий получаем. Одноглазый артиллерист. Проблема Хакторпа. А кто там третий? Никлас Дайк. Чувствую, недолго мне осталось. Так, это чувак, который просит лекарства. Чувствую, мне третьего найти. Чувствую, недолго мне осталось. Будем искать, наверное, методом тыка, потому что, ну, сами видите, то, что имена над ними не пишутся и понять, кто есть в 100, довольно сложно. Вот ещё, лечить этих бездельников. А, это сам полковник Бешоп, да? А я со временем у тебя что-то спёр. Давайте ещё что-нибудь сопрём. У него есть маленькая жемчужина. Эй, ты чего это там копаешься? Никак вздумал ограбить меня? Ну, тогда тебе конец. Карамба! Ай-яй-яй-яй! Да ладно, это была действительно ошибка. Я на самом деле как-то привык, то что никто из них не пытается меня убить, а тут на тебе мы сохранились, так что всё нормально. Бешоп, ты по-прежнему у меня первые списки. Как только будет возможность, твоя голова полетит с плеч. Слишком тяжёлая для меня, да-да-да. Так, а где мне третьего чувачка-то найти? Чувствую, недолго мне осталось. Так, давайте как-нибудь делить территорию, смотреть. Вот здесь за речкой НПСов почти нет, по-моему. Поговорим сначала с ними, со всеми. Кажется, вы куда-то шли? Внимательно слушаю вас. А, вот он, Николас Дайк. Прикольная, кстати, у тебя шапочка. Чем могу быть полезен вам, доктор? А, можешь, очень даже можешь, Николас. Пит уже рассказал тебе, что мы затеваем? Нет, увы, я ничего не знаю. Возможно, он еще не успел. Но это уже не важно. Не важно, что случилось? Полковник Шбишоп продает меня. Вчера в город прибыл покупатель, которому нужен раб, неплохо знакомый с морским делом. Боюсь, уже ничего нельзя сделать. Правда? Что ж, посмотрим. Так, ну давайте смотреть, собственно. Николас Дайк. Полковник Шбишоп в самый неподходящий момент возобновил, вознамерился перепродать Николаса Дайка в свое время бывшего, бывшего младшим офицером. Николас уверен, что сделать уже ничего нельзя. Но я во что бы то ни стал, должен предотвратить эту сделку. Хорошо, давайте думать, как можем это сделать. Думаю, надо опять закликнуть к Бешопу и поговорить с ним на этот счет. Вот еще, лечить этих бездельников. Может, и кормить их надо? Да помолчи уже. Ты шляешься без дела целыми днями. Насколько мне известно, у губернатора и его супруги все в порядке. Уж не закрыть ли тебе доступ в город до поры? Вы собираетесь продать Николаса Дайка? А, то про тебя уже слухи ходят. Что? Какое тебе дело до этого, несчастного, пес? Дело в том, что у него, у него первые признаки проказы. Что ты несешь? Не смей соваться в мои дела, иначе я отправлю тебя мотыжить предварительно выправ до полусмерти. Ответственность за продажу ляжет на... Молчать! Я в долгу перед мистером Вестерном, и эта сделка стоится. Убирайся с глаз домой. Окей, окей. Так. Что там покупателем является некий Вестон. Надо было поразнать, кто он такой, где его найти. Угу. Чувствую, недолго мне осталось. Так, ну я думаю, мы завершили все дела в плантации. Надо отправляться в город, узнавать, кто такой, собственно, этот Вестон. Внимательно слушаю вас. И вообще, в городе у нас там много дел. Мы должны убить одного чувачка, мы должны найти лекарства. А здесь для одного человека. И так далее, и так далее. Чувствую, недолго мне осталось. какой-то испанец вовсе. Нашего главного героя, кстати, какие-то железные, даже не знаю, как это назвать, но если вы посмотрите на сапоги, то вы поймёте, о чём я говорю. Что это интересно? Ладно, неважно. Так, приятель, а это кто такой? Эй, парень, подкинь монетку. А, это вы доктор блат. Удача. Ну да, у меня денег на самом деле сабо нет. Так, один человек просит лекарства от головной боли, и я думаю, мы сможем его найти у здешнего доктора, дальше не аптекаря. В сундуках у него ничего нет. И его самого почему-то нет. Окей. Вы получили лекарство. Найдено лекарство от мегрения. Я случайно нажал, на самом деле, пробел, и, видимо, нажал в самый подходящий момент. Окей. Лекарство у нас есть. Дальше мы отправимся в таверну. Или в борделе. В таверну. Так, нет, это вообще портовое управление. Но, прежде, прежде, пожалуй, сохранимся. Так, нет. В борделе мы зайдем позже. Меня, прежде всего, интересует таверна. А где таверна-то была? Банк, а вот она, таверна. На другой улице. Эй, тише. Нас могут услышать. Здравствуй, доктор Влад. Если узнают, что с ума это уже было бы. Спрашивали, а где этот чувак-то? Если окажется, что ты пират, тебя повесят прямо в борту. Ик, о, парень, ты выглядишь бывалом морским волком. Я угощаю. Давай, угощай. Вот это я понимаю, вот это по-нашему. Сегодня я угощаю. Трактирщик, Рома. Какой урон? Ну, здорово мне. Скажи мне, братья, какие байки ходят по тавернам? Да ничего особенно нового. Приехал недавно какой-то купец рейсом с Ямайки. Поговаривали, что привез очень ценный груз. Если ничего не путаем, вроде старый знакомник мой полковника Бешопа разместился в одном из домов города. Собирается пробыть тут еще день-два. Да, славно посидели, но мне пора. Отлично, теперь мы знаем, собственно, то, что этот чувак находится где-то в городе. В одном из домов, говорит, поселился. Верфь. Нет. Джеймс Нэттал. Эй, парень, я в добром уме и в здравии. Какое здравие Ах да, трезвым, да, трезвым. Знаешь ли, где можно исчезнуть где-то, а потом появиться где-то. Где-то совсем не там, где исчез. Я бы и сам хотел узнать, где эта старина. Если узнаешь, если способ узнаешь, то меня не бросит. Я помогу про правда. Оставайся-ка дома, старый морской волк. Тебе надо поспать. Так. И в каком интересном доме же поселился тот чудик, который нам нужен. Домов, в принципе, есть не так-то уж много. Так, это кто? Извините, но я спешу по делам. Здравствуй. Извините, но я спешу по делам. Так, давайте проверим вот эту комнату. Может быть, здесь? Сабля. Нет, нас спалят опять, если мы ее возьмем, пускай лежит. Так, что у нас тут? Опять сабля. И древняя курительница. Ну, курительницу мы заберем. А саблю придется оставить. Хотя, у нас есть задание, то, что нам нужно раздобыть оружие. Давайте посмотрим, что будет, если мы ее возьмем. А я уже и нету тут, да? Замечательно. Здесь пропало. Ах. Резиденция. Ты кто такая? О, сколько великих людей потакали своим маленьким слабостям в стенах моего скромного заведения. Анжела, хорошо, что вы заглянули ко мне, Петер Плат. Как проживает полковник Бешоп? Увы, я уже ухожу, Анжела, до встречи. А знаете, что? Я думаю, на этом мы завершим эту серию. Я надеюсь, она вам понравилась. С вами был Кейн. Всем удачи и пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok